Почетное право поднять флаг Российской Федерации было предоставлено руководителю авиамодельной секции «Стриж», детского образовательного здравительного центра «Кристалл» Михаилу Пономареву и двум его лучшим воспитанникам. После приветствия участников мероприятия по желаниям успехов и общей фотографии на память начинаются соревнования. Оценивать качество пилотажа приехали специалисты из Тамбова. Каждая фигура, восьмерка горизонтальная, восьмерка кубинская, восьмерка петля и вельман, значит, имеет свои коэффициенты сложности. Вот мы фактически сейчас смотрим, как выполнена фигура, то есть так, как в фигурном катании, экспертная оценка фактически. И вот поэтому судьи трое здесь сидит, и после этого мы на компьютере все будем усреднять, то есть получим среднюю оценку. По этой средней оценке из трех туров, из трех полетов, значит, будет выявлен победитель. В составе участников команда из Уварова и Мучкапа. В разных классах моделей заявлено порядка 20 человек. Это нормально для первенства области, считает главный судья соревнований. К сожалению, те времена, когда участвовал по 16 команд, прошли. Ведь в области осталось всего два центра, где сохранился авиамоделизм Мичуринска и Уварова. Материал хрупкий, а ветер сильный. Управлять самолетами нелегко. Трое участников уже потерпели крушение и выбыли из соревнований. Однако это не влияет на желание других продолжать полеты. Они по-настоящему увлечены любимым делом. Я хочу делать самолеты, ну, большие уже. Когда вырасту, когда я стану взрослым, я буду летчиком. Такое стремление и упорство в дальнейшем заслужат ребятам хорошую службу, говорит гость праздника, полковник стратегической авиации Андрей Малышев. Участник открытия Парада Победы в Москве начинал так же, как и многие мальчишки. Авиация – великая страна, в ней очень много путей. И по какому пути каждый пойдет, ну, это зависит от человека, который хочет быть причастным к авиации. Ну, я тоже в свое время занимался в авиамодельном кружке. Ну, это послужило первым толчком, так сказать, в выборе моего жизненного пути, чтобы потом пойти в авиацию. Отличная физическая подготовка в авиамодельном спорте не требуется. Зато нужны умелые руки, гибкий ум и здравый расчет. А это совсем не мало для того, чтобы начать свою дорогу в небо. Ирина Мерзлякова, Варвара Павлова, НашГород. Варвара Павлова, НашГород.